Приветствую вас! Ну, по поводу штампа в паспорте, по поводу вот заболевания вам уже, в принципе, рассказали мои коллеги, вот, и я думаю, что говорить об этом смысла не имеет на самом деле. Мне кажется, что вы делаете здесь в другом. Значит, первое, это ваша тревожность, то есть страх. Заболеет страх, зародиться чем-то плохим, да, и, соответственно, значит, добраться иметь последствия. В человеке появляется страх заболеть в двух случаях. В первом случае, когда в детстве или когда-то у вас была очень сильно травмирующая такая вот ситуация, связанная с болезнью, вы боитесь, вы как бы пережили тогда определенный эмоциональный аффект, и теперь у вас, как бы, при виде вот таких вот ситуаций, значит, выпускается механизм аффективного следа, и вы начинаете по следам вот этим аффективным испытывать то же самое переживание, да, что и, значит, тогда. Лично работать скорее с первопричиной вашего переживания и, соответственно, разбивать этот комплекс, который вы получили тем, чтобы он не портил вам жизнь. Потому что, ну, откровенно, в этом случае вас просто беспокоит прошлый опыт, который вы неправильно усвоили для себя, который вы неправильно услуговали для себя, и который, значит, теперь вас беспокоит. Следствие именно неверное понятие относительно того, что произошло тогда. Во втором случае, человек боится заболеть тогда, когда он знает, или как-то вот предполагает, значит, что недостаточно сына, недостаточно хорошо беспокоится о собственном здоровье, то есть не заботится о себе, то есть ведет какой-то не совсем правильный, верный образ жизни. И на подрастательном уровне, значит, вы чувствуете, что, в общем-то, о своем здоровье заботиться нужно, ну, вот как-то, несколько более активным образом, несколько более активным способом, да, и, может быть, пришла пора, как бы, уже больше внимания уделять себе. Вот я там тоже прочитал ваши предыдущие вопросы, где вы говорите про алкогольную зависимость и так далее. То есть ситуация там у вас достаточно серьезно идет, вот, может быть, это у вас вот такая реакция. То есть вот довольно много я встречал случаев, когда люди, употребляющие алкоголь, более реально относились к здоровью, активно пытались как-то вот себя лечить и так далее. То есть это связано вот с компенсирующей функцией сознания, которая так вот работает. И именно вот в контексте заботы о себе. То есть нужно подумать, так ли вы заботитесь о себе, сильно ли вы заботитесь о себе, делаете ли вы это, если да, то, соответственно, достаточно ли вы это делаете, ну и так далее. То есть моменты, моменты здесь довольно тонкие и их нужно разбирать. Следующее, следующее значит, это то, что клиент девушка. Ну, психологи, люди особые, поэтому мы сразу естественно думаем, что вот, а вдруг у вас есть симпатия к девушке, именно как мужчины, вот, и соответственно, на эту тему тоже нужно, чтобы вы подумали, то есть, понравилась ли она вам девушка, я имею ввиду, испытываете ли вы к ней симпатию, там, и так далее. Вот. Если да, то, соответственно, опять же, лучше всего, если вы будете честны с собой, сами с собой в первую очередь, если вы будете честны. И откровенно скажите в семейство, да, она мне нравится, да, я хотел бы с ней, там, в общем, познакомиться поблизь. И тогда, соответственно, воспользуйтесь ее контактами и пригласите ее, там, посидеть, встретиться или что-то еще. Это будет лучшее, чем то, что вы делаете сейчас. Вот. Значит, понятно, что для этого нужна определенная уверенность в себе, понятно, что для этого нужна определенная находчивость, настойчивость, но тем не менее, это будет для вас лучшим вариантом. Далее, вы говорите, беспокоит меня психологическое состояние мое. Ну, если предположить, что вы действительно видели то, что видели, то как и почему ее пузащая болезнь, которая, как вам тогда, еще не факт, что она есть, да, как вам, как именно на вас это повлияло. То есть, вы говорите, мое психологическое состояние. Почему вас это так зацепило? Почему вас это так зацепило? Почему вы говорите про свое психологическое состояние, а не про ее психологическое состояние, например? То есть, почему именно вы себя обозначаете, как, ну, в данном случае, субъекта жертвы. А ситуацию, которая произошла, да, травмирующая для вас. То есть, чем она травмирующая? Травмирующая или того, что вы боитесь заразиться, или травмирующая еще по какой-то причине? Я бы хотел, чтобы вы постарались в этот момент тоже определить, потому что, если первое, то тут вам сказали, все достаточно определенно, мне кажется, что, в принципе, беспокоиться вам не очень. То есть, тут эксперты все довольно подробно описали. Если не какая-то еще причина, то, соответственно, можно вести речь тогда, например, о том, что вы, может быть, ну, чересчур чувствительный или чересчур, ну, там, жалости вы, может быть, или просто артуистичный и так далее. Вот. Но в любом случае, причина того, что вы говорите о своем психологическом состоянии, должна быть, потому что, если вы хотите устраивать отношения именно с женщинами, то о своем психологическом состоянии вам нужно говорить меньше всего. Ну, вот. Об этом, пожалуйста, старайтесь так же подумать. Ну, и последнее, о чем я хотел бы вам сказать, это ваше желание помочь девочке материально. Вот. И вот здесь, если честно, опять же, довольно интересная ситуация, на мой взгляд, получается. То есть, как бы, люди, даже вот, если говорить о диагнозе, который вы у нее увидели, если действительно предположить, это предположить, что эта диагноз у нее есть, то люди с этим диагнозом, в принципе, не являются недееспособными, имеют все возможности для того, чтобы работать, и никаких проблем, значит, с работой у них нет. И непонятно, откуда взялось ваше желание ей помочь материально. Дело заключается все в том, проблема в том, что человек, если вы предложите ему подобное, скорее всего оскорбится, вы его обидите этим. Тем, кто предложит ему материальную помощь, при том, что никакой нужды в этом он не испытывает. То есть, откуда взялось желание вашим помочь. Правило, люди, которые желают кому-то помочь, испытывают чувство вины. За что вы испытываете чувство вины? Опять же, если мы говорим в контексте ваших предыдущих вопросов, то могут вы испытывать чувство вины за свой образ жизни? За то, как вы живете, чувствуя, что делаете что-то неправильно, может быть. Но опять же, опять же, вопрос заключается в том, кому вредит ваш образ жизни? Кому он наносит вред ваш образ жизни? Страдает ли кто-то от этого вашего образа жизни фактически или нет? Почему вы испытываете чувство вины? Вы работаете, вы приносите пользу обществу, вы зарабатываете деньги, вы дееспособны, вы определенно умеете сопреживать. Почему вы чувствуете себя виноват? За что? Откуда это ваше желание помочь совершенно незнакомому человеку? Знаете, чтобы помощь пришла по адресу и чтобы помощь была, как бы, доставлена обязательно, лучше это делать через фонды. Есть специальные фонды по помощи больными различными заболеваниями. Соответственно, если вы хотите помочь, то лучше будет, если вы поможете именно через фонд, а не вот так вот. Человеку, да, при этом, ну, собственно, даже не зная о том, есть ли у него наверняка заболевание или нет, рискуя его обидеть. Ну, вот так же, на этот фильм. То есть, еще раз, еще раз. Если вам, девушка, понравилась, то будет лучше, если вы это признаете. Просто сами признаете и все. Ну вот, да, мне понравилась девушка. Это нормально. В этом нет ничего плохого, это все естественно. Если вы это видите чувство вины, это другое. С этим нужно работать. Откуда чувство вины сделать, как и желание помочь? Если вы просто хотите помогать людям, считайте, что это ценность, именно ценность. Ваша ценность, точнее даже не столько ценность, сколько идея ценности. Это другое. Но тогда опять же вопрос, почему именно ей? Почему именно девочке? А представьте себе, что если бы на ее месте был бы мужчина, например, вы бы ему тоже бы помогли или как? Или нет? Подумайте об этом. Это очень важный момент, чтобы вы не путали одно с другим, не путали желание помочь. Например, да, скажем, симпатия. Это очень важное различие. Вы себя не обманывали, чтобы человек получал такое от вас отношение с вашей стороны, такое отношение, которое было бы искренним, а не сублимационным. Надеюсь, вы мою мысль здесь поняли. Потому что я хочу, чтобы вы как бы вот увидели в этой ситуации, в которой вы описываете все моменты, о которых я вам сказал. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Если вам понравился он, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Желаю вам всего доброго, удачи и будьте честным сам с собой. Субтитры создавал DimaTorzok